Ребят, всем привет! Хочу показать сейчас функцию триал маневр, то есть воспроизведение маневра. Эту функцию вы должны знать, согласно STCW, и как она реализована сейчас на GRC. Значит, необходимо зайти в TT, это переводится как Target Track, здесь у нас есть различные настройки, и вот третьим пунктом как раз выделен триал маневр. Это очень удобная штука, я после этого покажу живой пример, как она помогла нам разойтись с двумя пароходами, ну в довольно-таки непростой ситуации. После этого сразу же я запущу вам как раз этот видеоролик. Значит, поехали! Триал маневр. Что здесь у нас? Значит, первым делом мы включаем эту функцию. Нажимаем ON, и как вы видите, на дисплее появляется буковка T. Это означает, что все вектора у нас идут в режиме триал. Дальше. Курс и скорость, которая здесь указана вот в этих двух ячейках, она попадает уже с актуальных, то есть та скорость, которая у нас была по лагу, и тот хейтинг, который у нас был по гирокомпасу. Они попадают в эти ячейки. Вектор TIME – это длина вектора целей, включая наш вектор. Дальше. TIME TO MANEWR – это наша задержка. То есть, допустим, вот мне сейчас интересует, к примеру, вот десятая цель, вот ее вектор. Что будет, если я буду поворачивать влево? Ну, допустим, мне надо выйти на курс 70. Я здесь назначаю новый курс 70. Нажимаю ENTER. Вот это будет мой новый вектор, и, соответственно, как будет меняться вектор уже этой цели. Через одну минуту. Ну, здесь я задам сейчас не 60 минут, а, к примеру, 30 минут. Ну, даже можно еще меньше поставить, допустим, 12 минут. Есть. Ну, 12-минутный вектор. Соответственно, через 12 минут цель номер 10 будет уже в этой позиции. Вот. Если я поверну уже на курс, соответственно, где-то, ну, 45. И вот здесь вот этот участок, цель проедет, который равен одной минуте, и все остальное уже будет оставшееся время по длине вот этого заданного вектора. Также можно оперировать и скоростью. Ну, допустим, после поворота мы снижаем скорость до 6 узлов. То, соответственно, уже система показывает, как будут располагаться цели, как будут располагаться их вектора уже относительно нас. Вот в этих текущих позициях. Также есть настройки. Ownships Dynamic Trade. И соответствующие показатели уже в зависимости от условий нашего маневренных и его характеристик. Да, и вот сейчас, соответственно, ситуация, при которой мы расходили с двумя пароходами. Да, ребята, вот такая вот у нас непростая ситуация. Я, ну, честно говоря, ну, сейчас я смотрю, вот эту ситуацию анализирую. Мне кажется, это будет как бы, как бы, упасть из-за своей крови. Так что у нас тут обгоняющий слева встречка и еще один справа пересекает. Мы приняли решение взять правей, пропустить по носу у себя пересекающего справа и со встречкой правами разлетись. Вот это как раз ронда у нас, подъезд к Малаке. Продолжение следует... А он все-таки левее берет еще. Ты предлагай еще вправо к зайти. Давай еще вправо на 2 градуса. Потому что будут... Конечно, потому что он левее. Он тебя быстрее, он тебя через... Я ему сейчас буду в корму подворачивать. Вот тот, кто у нас встречное судно, я ему сейчас как раз потихонечку, потихонечку буду в корму подворачивать. И с этим справа увеличивать судьи. 132, отлично. Ну все, нормально уж, в принципе, не так страшно. Ну вот мы сейчас параллельно тоже электроник ренч и беринг вайн делаем. И как раз на 132. Субтитры сделал DimaTorzok. так надо еще еще праймер взять так что у нас получается с правым по носу он у нас в 7 кабель проходит танкер небольшой 117 метров справа кагашик огромный 366 и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...